Так, пробуем еще раз, пробуем еще раз, получится, не получится, что-то оно не получается. Кто в эфире? Есть кто-то в эфире или нет? Не может быть, чтобы никого не было. Кто пришел? Опа, пошло, пошло. Так, вот, все, кто пришел, шалом, что-то со связью было у нас. Так, Влад Косов, Лиля Берман. Все, сегодня мы быстро, сегодня у нас будет короткий урок, потому что сейчас у нас канун Песоха. Канун Песоха, это канун вообще самого важного дня, в память о котором вообще все, все в память об этом дне, шалом. И, значит, я чуть коснусь и Песоха, и чуть-чуть коснусь Мишли, чтобы мы не прерывали. С мошеками с рук, привет, и так далее. Значит, Яков, шалтадин, шалом. Значит, смотрите, сегодня у нас эра в Песох, и вот все последние 30 дней шла подготовка к Песоху, как к событию, которое может вот сегодня ночью, сегодня вечером, может, бах, перенести человека на следующий уровень. Но для того, чтобы перейти на следующий уровень, что должно быть? Должно быть желание перейти на следующий уровень, это раз. Значит, должно быть желание перейти на следующий уровень, это раз. Должны быть условия, возможности, это два. Теперь, значит, подготовка к Песоху, это работа над собой, над своими качествами, потому что, в принципе, все изменения происходят внутри человека. Вначале у человека внутри происходит какое-то изменение, потом, как следствие, меняется его жизнь. То есть внутреннее изменение – причина всех внешних событий. И вот, значит, какое внутреннее изменение должно было быть на подготовке к ПСХО? Подготовка, она делится, например, на несколько этапов. Есть, ты тренируешь первое, как есть, вот знаете, есть такая известная Мишнапа, которая построена в Месилате Шариме. Вначале Тора. Тора прежде всего. То есть без знания о том, что делать, как делать, человек не может делать. То есть он вначале должен узнать, узнать технологию. Потом, когда он узнал технологию из Торы, да, подготовки к ПСХУ, дальше у него начинается, например, он тренирует качество зверут – осторожность. Как он тренирует качество осторожность? Он берет пшеницу, на которую не попала вода. Он ее молит, чтобы на нее не попала вода. Это раньше все это каждый делал сам. Сейчас покупаешь мацу и все. А раньше ты должен был, чтобы от момента зерно до момента, как ты сделал мацу, ты должен был осторожно следить за каждой стадией превращения этого зерна в мацу, чтобы там, не дай бог, не заквасило, чтобы туда не попала вода и не появилась закваска. Значит, вначале это идет большая осторожность. Ты осторожно-осторожно все собираешь, все готовишь, готовишь, готовишь. И потом включается качество зверут, быстрота. Ты должен мацу успеть вспечь за 18 минут. То есть ты берешь муку, воду, смешиваешь, ты должен сразу успеть, чтобы она запеклась. Если ты хотя бы на минуту опоздал, все, все, да, она уже не кошерная. То есть вначале идет тора, потом идет осторожность, потом идет расторопность, быстрота, ты быстро все делаешь. Потом, значит, после этого, вот было вчера вечером, называлась такая процедура, она называлась бдикат хамец, проверка хамца. Вообще хамец, хамец, это метафора на гордость. Гордость, гордость, эго, это все вот этот хамец, это вот это я такое распухшее, как хлеб распухает. Также у человека внутри его я, оно тоже распухает обычно. И вот это вот я его, оно как бы, это хозяин в этом мире. Кстати, интересно, когда в Торе написано, не поклоняйся Богу чужому, Эльзар, так лое в тебе. Так что это за Бог в тебе? Это вот это как раз эго. И вот, значит, вчера надо было с перышком, с таким, и со свечечкой искать, искать хамец в том, что тебе принадлежит. Я вчера думал, как раз мне такая мысль пришла, что чем больше человеку принадлежит, тем ему сложнее, тем ему сложнее обнаружить себе этот хамец. То есть это огромная работа, потому что чем больше у него имущества, чем больше у него площади, которую ему надо проверить, тем скорее он скажет, да, это все вообще, зачем это все делать, у меня и так все хорошо. И вот вчера со свечечкой все проверяли, искали хамец, ну, надо было в себе разобраться, да, это как раз такое время, ты со свечечкой лазишь, с перышком в темноте, нельзя разговаривать, и ты должен в это время разобраться в себе, поискать в себе, если в тебе это. Дальше ты говоришь по Торе, достаточно было сказать, просто сказать, что весь хамец, который есть в моем владении, я его объявляю прахом земли, он не мой, он ко мне не относится. И раньше этого было достаточно, то есть человек, он мог себя отделить своими словами от своего имущества, то есть у него настолько была осознанность на высоком уровне, что он говорил, вот это я, вот это Тора. Она сказала, что семь дней у меня во владении не должно быть квасного, значит, я сейчас, в данный момент осознаю точно свою связь с этим квасным, и я эту связь перерываю. Этого было достаточно, и оно работало. Сейчас этого уже недостаточно, то есть человек не управляет сейчас своей головой, у него он все время находится в потоке каких-то мыслей, отвлечений, внешних стимулов, внутренних желаний и так далее. Поэтому мудрецы сказали, что недостаточно, что ты осознаешь, что у тебя нет хамца, то есть ты осознал, потом переосознал, и вообще осознать это уже как бы в нашем поколении практически невозможно. Поэтому нужно его действительно убрать, и вот сейчас его надо будет даже сжечь, сжечь. Еще раз произнести эту формулу все равно, то есть мы эту формулу произносим, и она очень важна, именно отказаться от своего вот этого эго, гордости и так далее. Дальше, значит, дальше после этого, что происходит, после этого идет вот уже вот это время, которое канун Песоха, это время такое, как пустое, да, оно пустое. Его ничем не надо заполнять, наоборот, нельзя есть мацу, то есть нужно сделать перерыв такой, да, перерыв, для того, чтобы вечером войти в ритуальную часть, которая называется Лейл Седер. Вот этот вот пасхальная ночь, пасхальная ночь, да, это ночь порядка какого-то, да, то есть идет специальная пасхальная агада, история о исходе из Египта, как это было. Нужно выпить 4 стакана вина в память о 4 стадиях освобождения, и когда человек выпивает вино, 4 стакана вина, представьте, да, выпиваешь там, ну, минимум 8-6 грамм, даже если пить по минимуму, это 4 на 8-6, это 320 грамм, там, 350 грамм вина, то в этот момент вино как влияет на человека? У него рушатся его привычные модели восприятия мира, и это рушится. Потом ты на вот эту подготовленную почву, ты читаешь вот эту вот пасхальную агаду, рассказ о том, как это было, и ты как будто бы сеешь, сеешь вот эти вот правильные семена, некие идеи, которые, каждая идея, она является семенем для духовного освобождения. И когда вот 4 стакана вина, они тебе почву раскрыли, это история агада, пасхальная агада, это семена, которые посеялись, потом есть, естественно, в аллель в конце, это прославление и так далее, то есть все сделано так, чтобы ты, подготовив почву до ПСХ, потом во время пасхального седера, подготовив почву во время пасхального седера, ты мог во время седера сделать действительно такой вот настоящий прорыв, у тебя должно внутри что-то вырасти, что-то вырасти настоящее. Опять же, при условии, что ты хочешь, чтобы оно выросло, у тебя есть к этому стремление, потому что если у человека нет намерения к чему-то, то ему можно рассказывать, можно ему показывать, можно в него вкладывать, можно стараться его улучшить, изменить и так далее, это все нереально и невозможно. Только когда у человека есть внутреннее желание приблизиться к Богу, только если у человека есть внутреннее желание перейти на следующий уровень в своем развитии, только если у человека есть реально внутренняя тяга к духовности, тогда эта тяга написана, тот, кто пришел очиститься, ему помогают, Тот, кто пришел запачкаться, ему не мешает. То есть, это как бы все равно личный выбор каждого в жизни, и все, что с человеком происходит, это следствие его личного выбора. Хорошо, теперь, значит, вернемся к Мишле. Царь Соломон нам здесь дал еще несколько подсказок, которые мы уже, чтобы не прерывать цикл, давайте продолжим. Значит, девятый отрывок, он разъяснение восьмого. Восьмой отрывок был такой, что пустое и лживое, отдали от меня, бедность и богатство не давай мне, и накорми меня, и трефени лехем хути, дай мне законный хлеб. То есть, чтобы все было четко, по закону и правильно. И он объясняет в девятом отрывке, почему именно так. Ну, первое, как бы самое здесь странное, почему он говорит, богатство не давай мне. Ведь богатство это круто, это классно, когда у человека есть пять домов, дворец, десять машин. Ему же все это в Песах, кстати, надо чистить. Ему это все надо чистить, или в Песах он это продает, и оно становится не его. То есть, в Песах как бы освобождение возможно только, когда ты освободился от всего этого имущества. Ты не можешь быть свободен, если ты привязан полностью к имуществу. Это не свобода. Поэтому говорят, что там царь Соломон много раз говорил Мишли, что, например, сон земледельца, он спокоен и приятен, а богатому человеку его богатство не дает уснуть. Почему? Он все время, Мефузар, его мысли все время распространены за все имущество, за которое ему надо схватиться, отвечать, защищать и так далее. Значит, но царь Соломон как раз здесь, поэтому все люди, так как есть такое, как исходная предпосылка, что все стремятся к богатству, все стремятся к деньгам, то он, сказав в молитве, что богатство не даваем не Богу, в девятом отрывке он это объясняет. Он говорит, пен эсба, может быть я насытюсь, насыщусь. В общем, эсба это, когда человек уже наелся, вы кихажьте и начну я отрицать тогда, начну я отрицать. Вы о марте и скажу я, миа шем, кто это бог? То есть, когда у человека вроде все так организовано, он сидит и думает, а где здесь бог? Все, я все сделал, все у меня отлично, все прекрасно, где вообще бог? Это когда человек в таком сытом состоянии, он может так подумать. Поэтому, поэтому он говорит, не давая мне богатства, тут интересно, я вспоминаю историю, как пришел один очень богатый человек к Харвецкой Ему, и был такой великим мудрец, ему говорит, вот я хочу пожертвовать на вашу ишиву, там 5 миллионов рублей, но я вам советую, я хочу открыть фонд, и этот фонд будет давать проценты. И с проценты каждый год или каждый месяц вы будете получать проценты, у вас будет спокойное существование, то есть, вы не будете думать о том, что делать завтра, где взять деньги. Хавецкайм говорит, нет, мы так делать не будем, мы сейчас возьмем все 5 миллионов, и все 5 миллионов раздадим на нужды бедных, там, на другие ишивы, то есть, всю сумму, которую вы хотите пожертвовать, я, говорит, хочу раздать прямо сейчас, все. Кто-то ему говорит, зачем, но это как, как, объясните, пожалуйста. Он ему говорит, смотрите, когда Бог давал Тору еврейскому народу, когда вывел из Египта, он их потом водил 40 лет, они жили в пустыне, и выпадал ман каждый день. Выпадал ман каждый день, и на субботу можно было взять только двойную дозу мана выпадало, но не более того, то есть, он говорит, что Бог, он приучал, что даст Бог день, даст Бог пищу, и Тора была дана тем, кто кушал ман в пустыне, тот, кто постоянно чувствует каждый день вот эту вот свою зависимость от Бога, каждый день он чувствует, что ему каждый день не хватает, и тут ему Бог делает чудо, тут ему пришел хлеб, тут ему пришло вино, тут ему пришла маца, тут у него получилось, здесь получилось. То есть, когда человек живет на вот этом вот приводе, когда ты понимаешь, что все от Бога, то духовность, она намного выше и намного сильнее, чем когда у тебя все есть, и ты думаешь, что оно все, все просто упало с неба. Да, вернее, не думаешь, что все упало с неба, а ты думаешь, что все так и должно быть. Значит, он объясняет девятый отрывок, ПНСБА, может быть, я насыщусь, и начну я отрицать, и скажу, а кто такой Бог. А почему бедность я не хочу тогда? То есть, можно было бы сказать, ну, отлично, если ты хочешь все время чувствовать, что все от Бога, то бедный человек, он радуется любой крошке, любому, любому. То есть, для него столько есть радости от простых вещей. То есть, количество радости у бедного больше, чем у богатого. И получается, что... Так почему тогда царь Соломон просил, бедность мне не давай? Если он сам же говорит, что богат своей бедностью, как он говорит? Значит, бедность и богатство не давай мне, а дай мне законный хлеб. Он говорит, богатство не давай мне, чтобы я не отрицал Бога, чтобы я видел все от Бога. А бедность почему тогда не давай? Он говорит, ПНСБА, может быть, я обеднею полностью. В Эгонавте и украду я. В Этафасти, Тафасти Шем Элукай. И схватят меня, как имя Всевышнего. Значит, здесь объяснение есть, простое объяснение, что когда ловили преступника, и там иногда сложно было доказать, иногда был такой сомнительный момент. Тогда не было детектора лжи, а просто подводили человека к Торе и говорили, поклянись именем Всевышнего, что ты говоришь правду. И вор, когда он стоит, он украл, и ему надо идти там, может у него семья есть, может еще что-то. И вот он думает, если я сейчас поклянусь именем Всевышнего, меня отпустят. И очень часто человек, который сделал уже несколько преступлений, он шел и на это преступление, которое по тяжести своей намного страшнее. Он клялся именем Всевышнего и значит, и все. Но есть еще второе объяснение. Второе объяснение такое, что когда религиозный человек, а царь Соломон был религиозный человек, и очень много есть людей религиозных, которые в момент, когда у них начинается плохо с деньгами, они стоят перед выбором. Или поступать нечестно, чтобы получить деньги, но тогда скажут религиозные нечестные. Да, вот недавно я разговаривал с одним парнем, который, он такой, он религиозный, но не соблюдает, он не любит религиозный мир. Я ему говорю, смотри, ну как ты так, и он не все соблюдает. Я говорю, ну посмотри, почему ты не все соблюдаешь? Он говорит, да посмотри на этих писатых, как они себя ведут, как они то, меня кто обманывали в жизни? Вот именно эти все, там, религиозные такие писаты именно, да, они бывают такие обманщики. И что-то еще пару историй я рассказал, которые я на вопрос, я ему задал вопрос. Говорю, ты сам видел, ты сам лично? Нет, мне рассказывали. Мне рассказывали, то есть, большая часть обвинений на религиозный мир была пыль такая, да, со слов других людей, которые, со слов других людей. А конкретно его в жизни там было действительно пару раз, что религиозные, одетые как религиозные обманули. Я ему сказал, смотри, эти люди, которые одетые как религиозные, но своими поступками доказавшие, что они не религиозные, значит они не религиозные, они переодеты религиозные. Или они религиозные, которые в этот момент вели себя не по религиозному. Но вот здесь, что имеется в виду, он говорил, царь Соломон, может быть, когда я буду бедным, то это будет оскорбление имени Всевышнего, что я своими поступками или своим видом, я как бы, ну, могу вызвать на Всевышнего оскорбление. Вот такое еще есть объяснение этому. Хорошо, значит, сегодня у нас короткий более урок, давайте подведем итог. Что самый лучший путь во всем, это мудрость царя Соломона, это средний путь. Итрафене лэхэм хутина, корми меня законным хлебом, то есть не надо ни большого богатства, ни бедности. Нужна золотая середина, золотая середина. И очень важно во всем и в знании, есть еще этого отрывка, другое еще объяснение, что не надо менять, а шир, это очень умный. Он говорил, не надо быть шибко умным, не надо быть слишком умным, и не надо быть бедным разумом, то есть слишком тупым. Надо быть нормальным, то есть есть золотая середина, есть спокойные правила. И когда ты живешь вот в этой вот, постоянно стремясь к золотой середине, а не к крайностям во всем, то тогда у тебя есть шанс пройти более-менее спокойно жизненный путь, выйти из рабства, опять же, быть рабом плохо. А хорошо ли быть царем, тоже плохо, потому что тот же Иосиф, он умер раньше, чем все остальные братья, он был царем в Египте, ну, царем, премьер-министром, и он умер раньше, чем остальные братья. И написано в Талмуде, что когда ты управляешь другими людьми, это что сокращает жизнь, сокращает жизнь. И поэтому плохо быть во всех крайностях, хорошо быть в золотой середине, я вам желаю быть в золотой середине, выйти из рабства, не приходить, не лезть слишком на высоте горы, чтобы Песох прошел весело и кошерно, Песох кошер в СМАх, и чтобы вот во всем идти по золотой середине. Все, удачи, успехов, напишите свои выводы, и чтобы у вас был прекрасный день и Песох. Все.